Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Утренний экспресс на ваших экранах. И уже по традиции в понедельник мы встречаем в нашей студии Анну Вайман, руководителя фонда зоозащита. Доброе утро. Доброе утро. Хотела сказать, вы опять не с пустыми руками. Да, мы опять не с пустыми руками. В общем-то, не пустые руки заняла сегодня у нас кошка Викуша. Очень боится пока что, напугана. Она, на самом деле, девочка скромная и действительно немножко осторожная. Вот так ее, наверное, надо назвать. Ой. Она еще маленькая пока. Нет, она взрослая кошка, ей около трех лет. Она стерилизована, вакцинирована, полностью готова, обработана. Все, на кладку приучена. Очень умная кошка. Тише. Но очень вот все-таки вот такая немножко пугливая. Ей нужно будет времечко в новом доме освоиться. Но это вот для кого-то очень спокойного. То есть для кого-то очень спокойного. Кто любит, чтобы кошка приходила, на ручках сидела, рядышком спала. Вот такого плана человек. Сейчас ощущение создается, что наоборот, Вика готова убежать. Ну, конечно, она тут попала в такую обстановку для нее совершенно непривычную. И она, если я отпушу руки, конечно, она побежит. Побежит, да. Но наблюдая за ней какое-то время, вот мы сделали такие выводы, что, да, кошка очень спокойная, очень такая, знаете, комфортная. То есть для какого-то интроверта. Вот. То есть это не для маленьких, не в семью, где есть маленькие детки, потому что маленькие детки обычно шумные, энергичные. Это вот не для нее. Она может жить вторым питомцем, потому что она не боится, в принципе, сородичей и даже собак. Но, опять же, ее склонны почему-то кошки часто обижать. Поэтому... Потому что она отчасти, видите, птица Филинса. Она голову поворачивает на 360. А как она у вас появилась? Ее, значит, нашли, ну, со слов людей, ее нашли где-то на чердаке. Я не знаю, как человек вообще попал на чердак, честно говоря. Кажется, это какая-то уловка. Вот. Ну, в общем-то, банально опять брошенная кошка в каком-то из помещений, по-моему, общежития, насколько я помню. А у вас сколько она уже? Она у нас уже, ну, где-то года два. Поэтому, да, поэтому... А когда она обрастает, видите, сейчас она у нас голенькая, летний вариант. Когда она обрастает, она достаточно длинношерстная, очень красивая. Ну, по хвосту можно увидеть, что у нее длинная шерстка. Вот. Ну, в общем-то, хотелось бы к тому, кто понимает, что кошка может быть не только веселым, таким озорным членом семьи, но и очень спокойным, домашним, уютным питомцем. Замечательный абсолютно питомец, цвет потрясающий, глаза красивущие, в общем, ждет свой дом. Анна, мы знаем, что в ближайшую субботу у вас еще запланировано большое мероприятие. Расскажите чуть подробнее. Да, у нас очередной фестиваль, Zoo Friendly называется. И там как раз мы будем пристраивать векушиных друзей, потому что векуша, конечно, такую публичность она не перенесет, векушиных друзей, котиков и, конечно же, собак. То есть мы приглашаем на территорию Меги с 12 до 4 в ближайшую субботу всех желающих узнать что-то новое, интересное, принять участие в интереснейших мастер-классах, передать помощь для наших подопечных, это кошки и собаки, и можно с собой не тащить килограммовые кормов или еще что-то, приобрести прямо на месте. То есть наши партнеры, друзья, будет располагаться торговая точка, и все желающие смогут для наших кошек и собак что-то приобрести и оставить. Естественно, с кем-то познакомиться, и мы очень надеемся, что вот в такой неформальной обстановке, выходной день, в хорошую погоду, можно познакомиться напрямую с нашими собаками или кошками и выбрать кого-то в качестве домашнего питомца, заполнив анкету. То есть сразу же говорю, что забрать сразу же вот с мероприятия тут же не получится, потому что мы перестали практиковать такие действия. Мы приглашаем к знакомству, просим заполнить анкету, а в дальнейшем мы связываемся, и уже приглашаем на личное знакомство. В общем, у нас очень такой тщательный отбор хозяев, потому что нам хочется наиболее, максимально эффективно подобрать для людей по их запросам и для наших животных в их интересах, хозяев. Поэтому мы очень надеемся, что вот такой выходной будет очень положительным. Итак, подводя итоги, Анна Вайман приглашает вас в выходные, собственно говоря, встретиться со всеми животными, подружиться с ними, организовать, оказать какую-нибудь помощь. Возможно, потом одного из подопечных забрать. Если эта красотка вам понравилась, можете написать нам в редакцию, либо в фонд зоозащита, и будет всем счастье. Спасибо огромное, что вы к нам заглянули.